подготавливаем нашу рыбку мы ее почистили и пока она еще подмороженная режем на стейки стык должен быть два с половиной три сантиметра пока она подмороженная нам на равномерные стейки очень легко разрезать нашу рыбку она у нас помыто и почищена когда она будет размороженная разрезать ее будет уже не так просто потому что мягкую рыбу резать я вам скажу не сильно хорошо ну вот у нас получается 5 равномерных стейков далее нашу рыбку нужно сложить в определенную емкость и замариновать мы возьмем небольшую положим рыбку аккуратно мисочку и приготовим маринад в принципе любую рыбу можно готовить просто посолив и поперчив уже непосредственно во время жарки на сковороде и так для приготовления нашего маринада полуподмороженную рыбку мы можем поперчить обильно солить я ее буду с морской солью экстра не подойдет ни в коем случае далее оставим нашу рыбку в сторону и подготовим для маринада наш чесночок чеснок можно как показывают на ютубе раздавить немножечко подрезать нам надо его резать крупноватенько не будем мелочиться нашему черному перцу это будет сам эту добавим немножечко соевого соуса рыбка наша немножко оттает пропитается всем этим делом и будет даже немного подсолено из-за обильного обильного соуса из соли который сам по себе имеет немножко соленоватый при вкус не очищенный но промытый чесночок обжаривать нашу кету на сковородке на среднем огне нужно с каждой стороны где-то 7 10 минут вот так вот заливаем сюда соевый соус и даем настояться соевый соус самый обычный самый дешевый сенсой будет перьяки не обязательно прям чтобы сверху было этого будет достаточно он оттаять и вдоволь пропитается вот так вот даже можно сделать все теперь это смесь у нас будет стоять около часа может быть полтора потом добавим немножко лимончика и будем обжаривать на керамической сковородке на среднем огне 7-10 минут с каждой стороны прошло время около часа четыре раза переворачивал и у нас вот так вот сильно пропиталась нашим соусом наша кита теперь мы поджигаем жаровню сначала делаем огонь на максимум чтобы она прогрелась в последующем мы уберем полностью огонь чуть-чуть добавляем масло во первых у нас здесь хорошая антипригодное покрытие а во вторых наша кита она жирная вообще красная рыба кита она жирноватенькая именно поэтому ее собственного жира вполне будет достаточно для того чтобы поджариться аккуратно выкладываем наши стейки их мало всего пять штучек для нашей скромной маленькой семьи этого более чем достаточно сейчас у нас уже немножко масло зашумела будем ложить вот таким вот цветочком чтобы каждой можно было подойти был свободный доступ теперь с этой стороны каждую покерчим еще раз и накрываем огонь мы убираем до минимума через 7 минут переворачиваем рыбку и снова закрываем на 7 минут предварительно можно будет тот верхний край посолить чтобы он пропитался но соль экстра лучше не использовать особенно если вы берете соевый соус от того что вы будете использовать экстра соль будет слишком соленая рыба прошло 7 минут переворачиваем наш стейк из рыбки кеты тут уже проступил жирок вот такой вот это очень хорошо и еще у нас здесь появился очень красивый рисуночек и не забываем все это посолить морской соли накрываем и через 7 минут у нас полностью будет готова наша рыбка а к рыбке у нас уже готов рассыпчатый гарнир вот такая вот рисовая каша очень вкусно с рыбкой рис всем приятного аппетита подписываемся на канал ставим лайки и не забываем оставлять комментарии всем пока пока